Я готовилась к худшему. Я пожелала себе дожить до утра. Всем привет, дорогие друзья! Меня, как всегда, зовут Ната, и добро пожаловать в новое видео. Что ж, сегодня, как и каждое воскресенье, я подобрала для вас интересные и страшные истории из реальной жизни. А если вы хотите, чтобы я рассказала вашу историю, то, пожалуйста, пишите мне её в комментариях под этим видео, мне в директе инстаграма, либо хоть мне в телеграм-канале. Я всегда все ваши истории и комментарии читаю и стараюсь на них отвечать. Также напоминаю, что все истории я рассказываю от первого лица, даже если они произошли не со мной. А ещё, кстати, у меня в инстаграме много всего интересного происходит, рекомендую вам перейти по ссылочке в описании. Что ж, давайте же всё-таки приступим к истории. Кстати, если вы хотите видеть какой-то определённый контент, можете написать мне в комментариях свои идеи. Заранее спасибо. Итак, это был самый конец лета, где-то 2012 года. В то время у нас во дворе все дети постоянно гуляли на улице. Кто играл на площадке, кто в бадминтон, кто ходил в парк или рощу. Я тоже не была исключением. И просто обожала проводить время на улице с друзьями. В наше время, наверное, не так часто увидишь детей, гуляющих на улице, самих по себе. И ведь всё-таки сейчас эпоха смартфонов. У меня в то время не было смартфона, но сейчас я даже этому рада. Но, в общем-то, дело не в этом. Я проводила всё своё свободное время на улице, занимаясь всякими разными физическими упражнениями и спортом. А не сидела дома целыми днями, как часто делают в наши дни. Хотя сейчас, обдумывая всё, что произошло, возможно, лучше бы я всё-таки почаще сидела дома. Утром выходного дня я, как всегда, вышла во двор. Мы заранее договорились с подругой пойти в парк. Точнее, рощу. Буквально в километре от нашего дома находилась гигантская роща, куда часто люди ходят гулять с собаками. Но также там часто любили зависать подростки и старшеклассники. Ну и, конечно же, периодически встречались всякие мутные компании. Мы схватили ракетки для бадминтона и направились в рощу. То лето было очень жарким, и листья деревьев совсем пожелтели к концу августа. Ещё было совсем тепло, и на нас была летняя одежда. Хотя внешне всё скорее выходило на осень. Добравшись до места назначения, мы направились в самую глубь рощи. Она была не маленькой, но до леса не дотягивала, конечно. Мы шли среди густой пожелтевшей листвы, которая уже едва держалась на веточках деревьев, и при лёгком дуновении ветра медленно падала вниз. Солнце постоянно пряталось за тучи, и создавалось такое впечатление искусственного освещения. В роще не было ни души, что весьма необычно для лета. Хотя, по-видимому, в то время в августе все отправились в отпуск. Мы пошли в наше секретное местечко. Там было такое большое дерево, что упало после шторма. Можно было прикольно, уютно на нём сидеть. А также совсем недалеко было отличное место, чтобы поиграть в бадминтон. Когда мы пришли туда, там уже сидела какая-то компания подростков. Одна девочка, я хорошо запомнила, ведь у неё были синие волосы, начала смотреть в нашу сторону, причём очень пристально. Я сразу же напряглась и подумала, что сейчас она будет к нам задираться как-то. В детстве я носила очки и привыкла, что по какой-то непонятной мне причине люди часто начинали надо мной подшучивать. Да и мы с подружкой выглядели скорее как два ребёнка-задрота, чем как две классные девушки. Поэтому я сразу же настороженно смотрела на любые компании подростков. Вдруг эта девочка с синими волосами начинает нам что-то кричать и просить подойти поближе. Я идти туда, конечно, не хотела, но подруга настояла. Она сказала, что ничего страшного не будет. Мы подошли поближе, и девочка с синими волосами оказалась весьма приятной и дружелюбной. Только вот парни, что были с ней в компании, начали вдруг нас подкалывать. Не помню даже на какую тему. И было видно, что ей это не очень приятно, но, скорее всего, сила большинства всё-таки сыграла своё. Они все вместе начали смеяться над нами. Давайте назовём эту девочку Мариной. Когда мы только к ней подошли, она представилась. В общем, как только они начали смеяться, мы сразу же решили пойти в другое место. В более укромное, где будет потише и не будет каких-то людей. Мы подошли к небольшому водоёму и собрались там немного посидеть, всё обсудить и насладиться чудесной загадочной погодой. К нашему удивлению, прямо у воды стоял какой-то мужчина. И одет он был совсем по-осеннему, в такой достаточно тёплой куртке. Сложно сходу было предположить, сколько ему лет, но около пятидесяти. Я оглянулась, по-прежнему в округе людей не было. Мне стало как-то не по себе. Мы сами по себе. Две девочки в самой середине рощи. И какой-то мужик. Я сразу же легонько толкнула подругу, чтобы она обратила внимание на мой взгляд и всё поняла. Мы обменялись подозрительными взглядами и собрались уходить. Хочу заметить, что всё это время он стоял к нам спиной и смотрел на воду. В теории он нас не мог даже видеть, разве что немного слышать. Хотя очень близко к нему мы не подходили. Мы собираем быстренько вещи, что кинули на пол. Как вдруг он, не оборачиваясь, громко говорит, я уже ухожу. Мы были немного в шоке, но сделали вид, что ничего не слышали. Моя подруга, в свою очередь, начала импровизировать и говорить, что сейчас вот родители уже вот-вот подойдут. Что-то мне подсказывало, что от этого мужчины будут одни неприятности. Мы всё же решили оттуда уйти. Когда мы уже немного отошли от этого места, он вдруг развернулся и начал нам кричать, чтобы мы остались. А также он говорил, что не будет нас трогать и может угостить чем-то вкусным, и что он наш друг. Мы начали оттуда буквально убегать, и я успела быстренько развернуться и кинуть на него буквально очень короткий взгляд. Я толком не видела даже его лица, потому что уже была далеко, но заметила, что на нём были чёрные солнцезащитные очки. Мне стало очень страшно, но подруга продолжала успокаивать меня и говорила, что, скорее всего, это просто какой-то рандомный мужик, просто дед или, может быть, человек с каким-то расстройством. В итоге мы ушли из этой рощи, так там и не поиграв, просто пошли в наш двор. В эту рощу в ближайшее время я возвращаться и не планировала, и история бы закончилась на этом моменте, если бы не следующие события. На следующий день мою подругу буквально заставили пойти гулять с собакой, и сказали бы гулять её хорошо, повезти в парк, то есть в эту рощу. У подруги с её мамой случился какой-то большой скандал, поэтому выбора у неё было не особо, а идти одной она боялась, поэтому позвала меня. Я почувствовала некий челлендж. Плюс подруга меня убедила, что ничего страшного в этой роще больше не будет. Собака подруги довольно большая, и хоть на самом деле она самая добрая собака на свете, видом многих пугала. Что ж, я, убеждённая моя подруга, что ничего страшного не будет, выдвинулась навстречу к ней. Поначалу мы гуляли в роще без каких-либо происшествий, но на душе мне всё время было неспокойно. Будто бы что-то плохое с нами уже случилось, или вот-вот должно случиться. Проходя мимо упавшего дерева, мы заметили ту самую компанию, с которой совсем недавно пересекались. Точнее, там просто сидело два парня, а девочки с синими волосами там не было. Вдруг парень оттуда резко встаёт и идёт прямо к нам. Я готовилась к худшему, ожидала, что он опять будет нас троллить и оскорблять меня. Или ещё что-то. Когда он подошёл поближе, я заметила, что он весь очень встревожен. И он довольно вежливо сказал следующее. Он сказал привет и сразу же извинился за то, что было днём ранее. И спросил, не видели ли мы Марину, ту самую девочку с синими волосами. Я молчала немного в подозрении и в шоке. Подруга сказала, что нет, мы её не видели. И почему это он вообще нас спрашивает? Он рассказал, что вчера ей стало очень некомфортно и неловко за то, что они так некрасиво смеялись с нас. Потом он ещё раз извинился за это. Так вот, ей было настолько неприятно, что она решила нас пойти искать, чтобы извиниться. Они тогда все были немного выпившими и не очень хорошо соображали. Она решила пойти одной, чтобы парни нас не спугнули. Парни всё хотели её проводить, но она настояла на своём. И дело в том, что с тех пор они её и не видели. А ведь уже прошли сутки. Тогда они ещё не спрашивали родителей, вернулась ли она домой. И подумали, что может быть она так над ними пошутила. Но сегодня им уже стало тревожно. Всё звучало примерно как-то так. И первым местом, куда она пошла нас искать, был тот самый водоём. Моя подруга рассказала, что мы её там не видели, ведь мы провели там совсем короткое время. Но мы видели какого-то странного мужчину. Хоть нам обеим показалось, что он ушёл сразу после нас. Тем не менее, не упомянуть его было невозможно. Рассказав об этом мужике, мы попрощались и ушли. Мне стало очень тревожно от всего этого. Мы ещё немного гуляли в этой самой роще, и подруга отпустила собаку, чтобы та побегала. Вообще, родители её не очень разрешали ей это делать одной, но мы хотели поиграть с собакой. Плюс она нас очень отвлекала от каких-то тревожных, страшных мыслей. И вдруг собака начинает лаять на куст. В принципе, по идее, для собаки весьма обычное. И ожидали мы там увидеть какого-нибудь ёжика, но вовсе не то, что увидели в реальности. Мы с подругой подошли, чтобы забрать собаку оттуда, к этим самым кустам. И как только мы взяли собаку, которая как не в себя лаяла на эти кусты, я вижу, как прямо в этих кустах сидит тот самый мужчина в чёрных очках и джинсовой куртке. Только в этот раз он был без очков. И, клянусь, смотрит прямо на нас. Затем он посмотрел в пол и начал рычать и трясти кусты. Он будто бы специально отпугивал нас, и мы не на шутку испугались. Собака начала лаять только громче. Он рычал прямо каким-то нечеловеческим голосом. Я была настолько напугана, что даже не смогла запомнить его черты лица. Хотя он был совсем недалеко от меня. Это всё выглядело очень страшно и странно. К тому же, почему бы человек просто сидел в кустах? Мы оттуда сразу же убежали. Через пару дней ко мне домой постучалась полиция. Мои родители тогда до смерти напугались, ведь меня даже не было дома. И вдруг приходит полиция и спрашивает моё имя. Я совсем скоро пришла домой и узнала все подробности. Полиция пришла спросить у меня все детали, что мне были известны о той девочке и когда в последний раз я её видела. Марину. Дело в том, что она пропала без вести пару дней назад. И последний раз её видели как раз в роще, где, по словам её друзей, гуляли мы. Честно, я даже сразу не поняла, каким образом меня полиция нашла, ведь у этих ребят было лишь моё имя. Но потом оказалось, что с одним из парней мы учились в одной школе. И хоть у нас большой город, но в нашем дворе на районе все плюс-минус друг друга знали. Я рассказала им всё, что увидела, и рассказала про того странного мужика в кустах, что это был тот же самый, который был у водоёма. Коротко сказала, как он выглядел и что лица совершенно не помню. Эти оба парня, что с ней тогда были, куда-то переехали, но Марину так и не нашли. Она пропала без вести. Ещё в том же году на магазинах и подъездах развесили приблизительный портрет этого маньяка-похитителя. Я даже не знаю, нашли ли его по итогу или нет. Подруга как-то рассказывала, что ещё в те времена однажды видела его недалеко от нашей школы. Сейчас мы с ней не общаемся, поэтому уточнить это я не могу. А ещё в том же году из нашей школы пропала ещё одна девочка, только в этот раз старшеклассница. Многие поначалу считали, что она просто сбежала. Она была из бедной семьи вроде бы, но дело не в этом. Дело в том, что последний раз её видели как раз у той самой рощи. Я очень надеюсь, что этого человека поймали. Такая вот действительно жуткая, жуткая история. Спасибо большое, что делитесь своими историями. Я тоже надеюсь, что этого похитителя поймали. И это просто ужасно, что подобные вещи происходят. Поэтому, пожалуйста, будьте очень осторожными. Особенно, если ходите в такие большие рощи, парки, леса и так далее. А мы приступаем к следующей истории. Хочу поделиться своей мистической историей, что произошло в моей жизни. Меня зовут Катя. Это всё происходило в посёлке городского типа. Когда я была очень маленькая, мне было где-то 4-6 лет. И происходило это всё у бабушки в квартире. Там жили и мои родители. Как-то раз я легла спать, как обычно. И по какой-то непонятной неведомой причине вдруг проснулась. И открыла глаза, но не полностью. Я посмотрела на родителей, всё было в порядке. Они крепко спали. Снизу двери горел свет в прихожей. А перед собой я увидела какую-то странную женщину. Она была буквально как призрак. Волосы её были очень тёмными. А лица как будто было не разглядеть. Сидела она на моей кровати и нежно гладила меня по голове. Пальцы её на руке будто бы были прозрачными. Я не подала виду, что проснулась. И сделала вид, что сплю. Мне было страшно даже пошевелиться. Но вдруг набралось смелости и резко повернулось к стенке. Последнее, что я помню, как дрожа. Я пожелала себе дожить до утра. И так и уснула. Много раз спрашивала у родителей, что или кто это мог бы быть. Но никакого ответа они мне не давали. Никого подобного там никто никогда не видел. Но уходя в совершенно любом месте, я могу краем глаза иногда заметить рядом с собой ту самую фигуру, которую я увидела так реально у себя в детстве. Кто-то может сказать, что это сон, но я прекрасно помню эти моменты. И мне даже трудно вспоминать это. Я до сих пор не знаю, что это могло быть. И оно преследует меня по сей день. Такая вот жуткая история. Я, конечно, довольно банально скажу, что возможно это был сонный паралич. Или просто такой сон наяву. У меня в детстве тоже случались какие-то странные моменты. Но очень необычно, что эта подобная фигура до сих пор преследует тебя в этой жизни. Пишите в комментариях, что вы думаете и можете посоветовать. Также пишите, что вы думаете по поводу первой истории. Всем спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, если вам понравилось и хотите еще. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. Колокольчик, все дела. Увидимся с вами, надеюсь, как можно скорее. Пока-пока.